Подарок на 70-летие Сталина История скульптуры с улицы Рая Совместный проект Музея современной истории России и МИА Россия сегодня Подарок на 70-летие Сталина История скульптуры с улицы Рая Небольшая деревянная фигурка человека, находящаяся в фондах Музея современной истории России, привлекла внимание научного сотрудника Татьяны Пьяновой Считалось, что скульптура называется «Проклятие», но у проклинающего человека должна быть другая поза, решила Пьянова, кулак вверх или что-то в этом роде Когда она решила узнать настоящее название и предназначение фигурки, открылось, что это произведение Якуба Маркела, и оно было подарено самому Сталину История не знает, когда и почему Маркел, поляк еврейского происхождения, родившийся 11 июля 1911 года в городе Ладзи, решил посвятить свою жизнь творчеству, но в 1933 году будущий художник заканчивает Академию изящных искусств в Кракове и переезжает в Париж В 1939 году поменяв свое имя и фамилию на более звучный Жак Маркель, он записывается во французскую армию В 1940-м его арестовывают, и три следующих года художник проводят в тюрьмах Манлюк и Кампьень Скульптура «Вставай, проклятием за клейминой» из коллекции Музея современной истории России Из-за плохого состояния здоровья его освобождают в 1943 году. Тогда же он решает ехать сражаться в Африку, но нацисты ловят его равно за день до отъезда. Марк Яля помещают в концентрационный лагерь Дранси, откуда направляют в печально известный Освенцем. Как пишет научный сотрудник, художник работал на угольных копиях в лагере Явишевец, и это тяжелое ремесло фактически спасло ему жизнь. Первые заключенные транспортируются в Освенцем, созданный 27 апреля 1940 года по распоряжению Генриха Гиммлера. РИА Новости Жак рисовал портреты углем, и ему платили хлебом, которым он делился с другими узниками. Позже я нашла фотографии скульптур шахтеров, которые Марк Ель сделал по приказу командования. Они стояли у ворот в лагерь, делятся сведениями Татьяна. Тогда же он создал скульптуру «Вставай, проклятием заклеименный», названную по первой строчке международного пролетарского гимна «Интернационал». Деревянная статуэтка была подарена вождю советского народа Иосифу Виссарионовичу Сталину на 70-летнее центром сбора документов Еврейского союза участников движения «Сопротивление». Эта организация до сих пор располагается в центре Парижа по адресу, указанному на футляре подарка. Название улицы «Рю де Паради» переводится как «Улицы рая». Жак Марк Ель после освобождения Освенцима советскими войсками в 1945 году вернулся в Париж, где стал известным художником, прожил долгую жизнь и умер в 2008 году, а его скульптура до сих пор хранится в Музее современной истории России. К 75-летию победы Музей современной истории России и МИА «Россия» сегодня запустили проект «Артефакт войны», в рамках которого рассказывают о самых интересных экспонатах и судьбах людей, которые прячутся за ними. Музей современной истории России – один из самых крупных музеев новейшей истории в мире. Экспозиция музея отражает события отечественной истории со второй половины века до наших дней. Музей расположен в самом центре столицы, на Тверской улице, в здании, которая является архитектурным памятником русского классицизма конца XVIII века. МИА «Россия» сегодня международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА «Россия» сегодня представляет линейку информационных ресурсов агентства «Рия Новости», «Спорт Рия Новости», «Недвижимость Рия Новости», «Прайм», «Рейтинг Рия Новости» и «Носми». За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио «Спортник». 10 часов 16 декабря 2019 года.